Жанучая команда гандбольного клуба «Гомель» вышла в четвертьфинал Кубка-выклику ЕГФ. Ранее так далеко в Еврокубках гомельчанки не забиралися. Соперником команды Томаша Чатера за место у восьмерцы наимоснейших турниру была хорватская «Кока». Або два матча одной восьмой финалу пройшли у «Гомели». С подробностями Максим Савин. Початок первой гульни примусил гомельской трибуны похваляться. Господини не одразу смогли знать ключ до сильной обороны гостевой дружины. Только на шостой хвилине Ганна Редька змогла открыть рахунок гомельским галам. До этого момента наша команда горела 0-3. Томаш Чатер подчас таймауту провел своих подначаленных у почутки. И далее все пошло по господарским сценариям. Практично одразу ж гомельчанки лик взравняли, а до экватора первого тайма у першыню вышли наперед. А на перепинок Гомель и у вогуля отправился с первой вагой у шесть мячов. У другим тайме господы не отчували себе выполнены и не подпускали соперниц у лику ближайшим на четыре мячы. А при конце гольни гомельчанки выдали рывок 8-0 и оформили перемогу 30-18. У нас, скорее всего, сказался мандраж перед домашними трибунами, так как знали, что будет очень много народу. Не могли сначала первые минут 5-10, наверное, прийти в себя. Но потом, как видите, собрались и все пошло как надо, как учили. Балканский гомельчанок, я вам хочу сказать, что он медленный, у нас более быстрый, поэтому оно сегодня отдало свои плоды, свои плюсы. Как бы были в том, что мы их просто перебегали. В неделю гомельчанок треба над датем належное, сдобытая днем ранее, буйная Виктория не расслабила. Так, градус супредстояния был не таки высокий, а ли на якости гандбола это не отбилося. Господы, непляцовки с первых хвилин вышли на первую лику и подставу усомниться в своем классе не дали. До финальной сирены первого гомеля была не такой серьезной, как на первой до дни, но и так самая великая. 32-23. Томас Шатар, гольной своих подначалингу в этом двухматчевом супредстоянии, застався задоволеным. Доволен. С вратарем первого и второго игра, все хорошо, как договорились. Защита отыграли, ну, было таких ошибок, которые мы готовились. Поэтому, в принципе, доволен. Поздравляю всех игроков, что поехали дальше. Соперник гомеля по четвертьфинале Кубка Выкликуста неведомый празд два тыдни по выниках льосования. У подначалинных Томас Шатара теперь часу на отпочинок особенного нема. Усе думки уже обмают, чем отбыться поединку супред головного оппонента на внутренней арене БНТУ «Белаз». Третье по ликосу предстояния лидеров чемпионата в этом сезоне отбудется у гомеле 13 лютого. Максим Савин, Валерий Гопанько, Василия Сипцов. Телерадио. Компания «Гомель».